Добрый вечер, господа! Программа «Револьвер» на Финам-ФМ. Никита Крючевский, вашему вниманию. Телефон прямого эфира 6510-99,6. Напоминаю, код нашей столицы 495. «Револьвер», поехали! На что обращаю внимание прежде всего? Сегодня вышло практически незамеченное, может быть, пока незамеченное сообщение о том, что вдруг ни с того ни с сего Международное рейтинговое агентство «Фич» подтвердило и отозвало рейтинги банка ВТБ и трех его дочек, в том числе долгосрочные рейтинги дефолта и имитента в свое время пониженные с 3Б до BBB- со стабильным прогнозом. И произошло это практически через три с небольшим недели после того, как 10 января «Фич» снизила долгосрочные рейтинги, причем рейтинги почему-то банков банковской группы «Исключительно ВТБ». Я напомню, эта история случилась ни с того ни с сего, практически как гром среди ясного неба 10 января этого года, и оно вызвало даже не удивление, а оторопь и у банковского сообщества, и у фондового рынка, да и вообще у независимых экспертов. Связано это было с тем, что всем было известно, что еще за год до этого банки группы ВТБ прекратили сотрудничество с «Фичем», прекратили перечислять им денежки, и вдруг они ни с того ни с сего, совершенно бесплатно, заметьте, взяли, да и понизили долгосрочный рейтинг. При этом, когда лично я смотрел пресс-релиз «Фичер» и, естественно, его российского представительства, я никак не мог взять в толк, как можно понимать фразу, цитата, «дальнейшее снижение доли госсобственности до уровня менее 50%», конец цитаты, с одной стороны, и снова цитата, «однако в ближайшее время «Фич» не ожидает заметного продвижения с приватизацией этих банков», конец цитаты, с другой стороны. То есть, смотрите, в предыдущем предложении «Фич» говорил о том, что он ожидает дальнейшее снижение доли госсобственности до уровня менее 50%, а в следующем предложении он говорит о том, что в ближайшее время он, наоборот, не ожидает заметного продвижения с приватизацией. Ну, в ЭТБ достаточно резко выступил с разъяснениями, и так же, как и ваш покорный слуга выразил недоумение, с чего это вдруг, не в свободное же от работы время, господа из «Фич» вдруг решили снизить рейтинг. Ну, это прошло как бы одно из новостей дня, и вроде бы уже и забыли, и вдруг вот сегодня совершенно случайно выскакивает. Бог с ним с ВТБ, Бог с ним с Банком Москвы, ВТБ лизингом. Я вновь и вновь обращаю ваше внимание на то, что не стоит доверять этим рейтинговым агентствам, не стоит доверять в международном масштабе. Почему? Потому что всем памятная история середины нулевых, точнее, второй половины нулевых, когда мы имели сначала локальный ипотечный кризис в США, потом кризис ипотечных ценных бумаг, и, наконец, в 2008 году банкротство инвестиционного банка «Лемон Бразерс». Я напомню, это случилось 15 сентября 2008 года, после чего, кстати говоря, рухнул и российский фондовый рынок. Не об этом, а о том, что в значительной степени, если не сказать, в определяющей степени, проблемы у международного финансового сообщества возникли благодаря тем самым рейтинговым агентствам. Что же касается фича, то для меня, как для человека, кое-что знающего из истории подобных экзерсисов со стороны рейтинговых, консалтинговых структур и прочих якобы стоящих над схваткой финансовых экономических институтов, мне сразу на память пришли две истории. История с Сони и история с Нокио. Они, в принципе, были аналогичны ВТБ. Сони и Сокио отказались сотрудничать с фичем и достаточно быстро получили то, что получил через некоторое время ВТБ, то есть снижение рейтингов. Но здесь можно было бы не обсуждать и не заострять ни мое, ни ваше внимание на этом, если бы не одно обстоятельство. Насколько я понял, снижение рейтинга, причем по собственной инициативе, произошло силами российского подразделения ФИЧа. А вот это уже, господа хорошие, сродни такому понятию, как Гринмейл. Что это значит? Это значит, дословно, в переводе, естественно, зеленая почта. По-простому, это, как сегодня говорят первые лица государства, закошмаривание, закошмаривание потенциального бывшего или предполагаемого партнера, бизнес-партнера. Гринмейл весьма и весьма распространен в середине нулевых, до этого он был распространен в 90-е во многих странах мира, начиная с США и Европы и заканчивая странами Юго-Восточной Азии. А в нулевые он, понятное дело, был взят на вооружение в России, причем не только рейдерами, но и теми, кто хотел, как опять же модно говорить, срубить бабла по-легкому. Что это значит? Это значит, что товарищ покупает небольшой пакет акций. Я не называю фамилий этих товарищей, хотя одного из них вы наверняка знаете. И после этого начинал с пены у рта защищать интересы миноритарных акционеров, интересы окружающего сообщества, да и вообще всего земного шара. Все это делалось в принципе с одной единственной целью получить какие-то материальные либо моральные этические преференции от крупной компании, которую вы атакуете. В свое время этот товарищ нечто подобное решил провести со Сбербанком, но независимый директор этого уважаемого коммерческого банка по фамилии Гуриев открыто ему сказал о том, что ты знаешь, Алексей Анатольевич, этот вариант в Сбербанке не пройдет, иди куда-нибудь дальше. Алексей Анатольевич собрал монатки и пошел дальше. Я не к тому, что Фич приобрел миноритарный пакет или там одну акцию банка ВТБ или кого-то из банковской группы. Я о том, что GreenMail это прием, который от них не связан исключительно с приобретением каких-либо акций. Это может быть атака абсолютно со стороны. Со стороны, ну скажем так, черный пиар, к примеру. Еще одна разновидность GreenMail. либо же в случае с Фич это снижение рейтинга. Как я предполагаю, с единственной целью восстановить договорные отношения с банковской группой для того, чтобы тихо, спокойно осуществлять в дальнейшем рентгирование этих банков и отчитываться перед головной конторой о том, что у нас в российском подразделении все хорошо. Ну, вот такие вот лихие ребятки, как мне представляется, попались в российском подразделении Фича. Что произошло, почему они включили заднюю скорость, почему они отозвали свои рейтинги и публично признали, что ныне и в дальнейшем они не намерены оценивать ВТБ, я не знаю. Я не знаю. Но случаи весьма-весьма показательные, случаи, которые меня, например, лишний раз убеждают в том, что не стоит, не стоит обращать внимание на сообщения что российских, что иностранных рейтинговых агентств о том, что тот или иной банк, та или иная структура, та или иная страна, возьмем США, который рейтинг также, я напомню, снижен, испытывают какие-то определенные сложности. Кстати говоря, американцам рейтинги с 3-ой до 2-ой снижали неоднократно, ничего страшного. Рынок вообще не реагировал. У населения никакой паники не возникало, никто доллары менять на рубли, евро, иены, другие валюты не бежал, никто в золото не перекладывался, да просто мимо шли. Ну вот здесь приблизительно та же ситуация, но я не мог не остановиться на этом, почему? Потому что, повторюсь еще раз, мы с вами должны быть более осмотрительны и не верить на слово всем псевдоглашатым, которые изрядно портят наше обоняние, ментальное обоняние, кое мы пытаемся воспринимать финансовые новости, приходящие в режиме онлайн и практически каждый день. И, кстати говоря, кстати говоря, вот один из эпизодов, связанных с нашим финансово-экономическим обонянием, это эпизод отзыва в минувшую пятницу лицензии у, как его ныне уже называют, зомби-банка, а точное название этого банка мой банк. Мой банк весьма-весьма интересная структура, потому что мой банк это банк, который очень долгое время, ну, скажем так, более пяти лет, плотно ассоциировался с именем бывшего сенатора, миллиардера, правда, я полагаю, рублевого миллиардера, господина Фетисова, человека, который весьма-весьма активно пиарится, в средствах массовой информации, человека, который создал партию, человека, который написал за свою жизнь, как он опять же сам на своем сайте говорит, целых две монографии, и при этом человек является членом корреспондента в Российской Академии Наук. Так вот, мой банк был отозван, лицензия у моего банка была отозвана, и все бы ничего, но я немножко знаю господина Фетисова лично, и вообще это весьма-весьма интересный феномен, мне хотелось бы поговорить на его примере о том, что происходит не только в российском банковском сообществе, в российском финансовом, в экономическом сообществе, да что там в страте так называемых олигархов, псевдоолигархов. Не кажется ли вам, господа хорошие, что авторитет, финансовое величие, практическая значимость, всесилие этих господ весьма-весьма дуты, и на поверку оказываются мыльными пузырями, как происходит сегодня на наших глазах в случае с господином Фетисовым. Если вам это не кажется, если вы считаете, что ничего подобного, профессор, бывает, ошибается, звоните по телефону 6510996 с кодом 495, а если же вы профессора поддерживаете, позвоните по телефону 6510996, заметьте, с тем же кодом 495. По поводу моего банка я, готовясь к нашему эфиру, к нашей встрече, посмотрел, что заявляли ответственные статусные товарищи по поводу ситуации, и я обратил внимание на два высказывания. Во-первых, высказывание глава агентства страхования вкладов господина Исаева, который сказал, что санировать мой банк было невозможно, поскольку, цитата, оттуда исчезло 90% активов, кавычки закрывать, и вторая цитатка заместителя главы центробанка господина Сухова, который сообщил о том, что дыра в балансе моего банка может превышать 10 миллиардов рублей. Причем образовался она еще до того, как господин Фетисов почетно передал бразды своего правления группе новых акционеров физических лиц. по сути, он был продан по цене существенно ниже рыночной и, как говорят, чуть ли не за 1 рубль. Ну да ладно, свечку не держали. Много было всего интересного сказано по поводу предыдущих, последних месяцев жизни этого банка. Создаётся впечатление, что осенью прошлого года мой банк пытался включить пылесос по вкладам. когда он вышел на рынок и сообщил о том, что он готов платить по 11,5% годовых по рублевым вкладам 11,5%. В общем-то весьма и весьма неприятный эпизод. Почему? Потому что тогда уже тогда уже вовсю говорили о том, что повышенные ставки по вкладам означают всего лишь всего лишь очевидные проблемы с ликвидностью того или иного банка. Тем не менее Фетисовский мой банк вышел на рынок, предложил 11,5%. Случилось это 20 октября прошлого года, но буквально со 2 ноября после того, как на него цикнули снеглинки с Центрального банка, он вдруг тут же упал на 3% пункт, до 8,5% годовых, сообщив о том, что таковы были кавычки рекомендации ЦБ. Здорово. Ну вот, ЦБ рекомендует и мой банк, как банк послушный требованию ЦБ, тут же их снизил. Что интересно, 10 миллиардов рублей, дыра, которая образовалась, как считает ЦБ, в период собственника Фетисова, при этом господин Фетисов, точнее его окружение, заявляет о том, что у самого Фетисова в этом банке зависло 2,4 миллиарда десятых миллиарда рублей, 2 миллиарда 400 миллионов, миллиард 200 субординированный займ, миллиард 200 в виде вкладов. Мне сложно судить, как соотносятся два показателя 10 миллиардов дыра, то есть выведены активы, и 2,4 миллиарда рублей, это задолженность лично перед господином Фетисовым. Я не знаю, возможно, это было одно из условий, при которых банк в свое время был продан. Но, опять же, это как бы с одной стороны интересно, с другой стороны, а что здесь нового? Что здесь нового, господин профессор? нечто подобное мы наблюдали, когда расковыривали клаку под названием Мастербанк. Ну, практически то же самое мы видели в ряде других банков, которые занимались, ну, не всегда, скажем так, законными операциями, а по большому счету просто разгружали, если уж не обналичивали, то разгружали своих клиентов. Но, господин Фетисов человек у нас творческий, и я помню, как год назад, когда буквально во всех средствах массовой информации нам сообщали о том, что не сегодня, не завтра господин Фетисов с советником президента Сергеем Глазьим представил доклад о новом курсе, который должно взять российская экономика, и, наконец-то, мы заживем долго, счастливо, молочные реки, кисельные берега и прочее, прочее, прочее. И все мы ждали, ждали, да ничего, правда, не дождались. Ну, да, в те времена господин Фетисов только что из утюга не вылезал со своими гениальными мыслями и тезисами о том, как же нам, наконец-то, обустроить Россию. И я вам должен сказать, я нашел одно из таких высказываний, одну из таких публикаций, это публикация ровно годичной давности московского комсомольца, которая называется, ну, так вот, знаете, крайне уникально подобрано название «Почем опиум для народа?» Вот такое название было подготовлено для той публикации. И на что я обратил внимание? Я обратил внимание на то, что господин Фетисов говорил о том, что одна из самых главных проблем российской экономики, российского социума, это заселя офшоров. Крупный и средний бизнес давно нашел для себя ответы на вопросы, что делать и куда бежать. И дальше Фетисов пишет «В офшоры, разумеется?» А дальше он говорит «Для инвестиционного прорыва само государство и бизнес должны перестать обескровливать экономику, вывозить и складировать за границей сотни миллиардов доллар. Офшоризация прав собственности и правоотношений становится особенно опасной в период глобальной нестабильности, начавшейся в западных странах. Горечь, патетика, пафос. Вы посмотрите, когда более 80% крупных российских компаний зарегистрировано в виде холдингов в офшорах и там же осуществляет до 80% деловых операций, возникает угроза поглощения и колонизации российской экономики иностранным капиталом. Она существенно обостряется из-за лавинообразно нарастающей эмиссии долларов, сбрасываемых американскими денежными властями за рубеж в целях приобретения реальных активов и товаров, как сырьевых, так и потребительских. Простите за длинную цитату, без нее никак, потому что сейчас будет самое интересное. Офшоры это возможно главная беда российской экономики и государства, я правда не совсем понимаю причины государства, и бизнес должны перестать обескровливать экономику, вывозить и складировать за границей сотни миллиардов долларов. А теперь внимание, на протяжении многих лет мой банк господин Афетисов на 94,81% принадлежал голландской компании FFF Finance Group, частной компанией с ограниченной ответственностью. Почему голландская компания? Опять же мои предположения, вы, наверное, знаете о том, что Нидерланды всегда входили, если уж не в стройку, то в пятерку крупнейших инвесторов, иностранных инвесторов в российскую экономику. Почему? Потому что в Нидерландах, в нидерландской юрисдикции есть Антильские острова, а это офшор. И поэтому, когда вы регистрируете фирму в нидерландских Антилах, они, кстати говоря, есть в черном списке ЦБ, вы имеете все основания писать во всех документах, что эта фирма не из нидерландских Антил, а из самих Нидерландов, ну, скажем, из Амстердама. Так вот, с большой долей уверенности можно предполагать, что господин Фетисов владел моим банком через FFF Finance Group, будучи единственным участником этой амстердамской компании. при этом надо сказать, что он владел не напрямую, а посредованно моим банком, потому что тут было еще две прокладки FFF Investment Group Limited, а потом FFF Holdings, которые уже владели FFF Finance Group, а вот мой банк был оформлен как раз на Finance. И, кстати говоря, когда осуществлялась сделка по продаже банка нескольким физическим лицам, она осуществлялась упрощенно через переступку, перепродажу долей в этой компании FFF Finance Group, ну и в том клубке, в том клубке, который был зарегистрирован в Нидерландах. Где? В самих Нидерландах? В нидерландских антилах? Я думаю, это вопрос, на который может ответить сам господин Фетисов, но я полагаю, что это офшор, конечно же, офшор, почему? Потому что, ну зачем регистрировать фирму в Голландии, когда есть возможность буквально в этом же офисе зарегистрировать фирму существенно меньшими, да куда там с практически незаметными, незаметными как собственными следами, так и следами деятельности и капиталов зарегистрировать фирму в голландском офшоре. Я полагаю, что господин Фетисов ровно так и сделал. А теперь еще раз, для инвестиционного прорыва само государство и бизнес должны перестать обескровливать экономику, вывозить и складировать за границы сотни миллиардов долларов. Офшоризация прав собственности становится особенно опасной в период глобальной нестабильности, начавшейся западной страны. Господин Фетисов, московский комсомоль, статья многодичная дамы. 6510996, 6510996, код Москвы 495, один звоночек до перерыва. Галина, здравствуйте. Добрый день, Никита. Я хочу сказать, во-первых, спасибо, вы всегда честно все объясняете, один из немногих, я слушаю иногда радио, а вот скажите, вот такой вопрос, например, РБК, ну, это олигархический канал, коротко, 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 ну, так вот, они там все время утверждают, что вот эти вот падения валют везде, да, в развивающихся странах, ну, это такое глобальное явление, а вот в Америке все прекрасно, все хорошо, тоже по этим рейтингам, там прям растет, не по дням, а по часам. Галина, спасибо большое, после перерыва. Это Крючевская программа Революр, мы говорим о ситуации, которая складывается в российской банковской системе, в российской финансовой страте, ну, и, конечно, в российской экономике в целом, и перед перерывом, перед паузой, перед паузой я поставил перед вами весьма и весьма занятный, интересный вопрос, собственно говоря, не кажется ли вам, господа хорошие, что богатство, статус, значимость, да что там, понты наших олигархов, наших власть, придержащих, если говорить о бизнесе, это не более, чем мишура, не более, чем шорох, который разваливается, рассыпается буквально в момент, как только начинаются проблемы, и ни хвосты не спрячешь, ни от ответственности не уйдешь, да что там, отношения испортишь, испортишь на всю жизнь. 6, 5, 10, 9, 9, 6, 6, 5, 10, 9, 9, 6, код города 4, 95, продолжаем разговор. Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, любой банк с отозванной лицензией, он имеет свою темную историю, и таких, как вы сейчас привели пример, это совершенно не исключительный случай. Тот же Межпромбанк и господин Пугачев, который тоже был лицом государева, он же в Совете Федерации, насколько я помню, ну вот, замок во Франции и прочие интересные истории, связанные с ним. То есть, это все норма нашей жизни, наверное. один человек, он декларирует истины, но при этом имеет свой бизнес и активно нарушает закон, зная его. Вот, поэтому это не исключение то, что вы сказали. Это все та же история с дипломами, ну, не дипломами, уже идет речь о кандидатских и докторских диссертациях. Это, к сожалению, правда нашей жизни. Вот, Ольга, спасибо вам большое. Действительно, вы, простите, здраво, справедливо обратили внимание на то, что я высказал, но это проскочило. Как бы проскочило в разговоре, а ведь господин Фетисов написал целых две монографии. И вдруг ни с того, ни с сего мы узнаем о том, что он аж член-корреспондент Российской Академии Наук. Ни хухры-мухры и член разных всяких общественных и прочих советов и прочих общественных академий, помимо Большой Академии. И я вот все думаю, мой коллега, соавтор, многолетний друг, товарищ Владислав Иноземцев, человек, у которого заслуг перед российской экономикой, не то, что неизмеримо, несопоставимо больше по сравнению с писульками господина Фетисова, он никакой не член-кора, неизвестно будет ли вообще. Он обычный доктор экономических налогов. Но это человек, который мало того, что написал ни одну и ни две монографии, мы с ним люди пишущие, можем похвастаться тем, что ну уж у каждого больше десятка то на счету есть. Это человек, который перевел на русский и сдал многочисленные труды ведущих иностранных экономистов, мыслителей Джонатана Белла, которому принадлежит, кстати говоря, термин постиндустриального общества, до Пола Кругмана. Кредо либерала, первая книжка новоиспеченного Нобелевского лауреата вышла благодаря господину Иноземцеву. И здесь мы видим, что очевидное несоответствие, диссонанс так называемый между научными заслугами банкиров и Тисова и простолюдиной Иноземцева. А что касается господина Пугачева, да, я опять же с вами согласен, потому что вы говорите, да он же даже еще и сенатором был, ну да, тогда разрешалось, мы все это помним, но был сенатором от ТВ и инвестиционный проект с участием государства железной дороги Козыл-Курагина, я полагаю, была пробита при его непосредственном участии. Выделялись сотни миллиардов рублей для того, чтобы построить эту железнодорожную ветку. Ветка была не построена при господине Пугачеве, проект благополучно сдулся, и после этого его вынуждены уже за дополнительные деньги достраивать другие люди. Так что, вы правы, я с вами соглашусь. Евгений. Здравствуйте. Прошу прощения, что я вернулась к предыдущей теме на секунду, к Америке и рейтингам. Я сегодня утром дозвонился в вашу утреннюю передачу, там эксперт очень смешно для меня ответил мне на вопрос. Я спросил, как он вообще относится к тому, что вот Америка искусственно завершает свои показатели, там ВВП, безработица снижается, и там прочее количество смягчений уменьшается, значит, у нас все хорошо. И как он относится к этому, несмотря на то, что там по ощущениям из более-менее реальных источников, у них все плохо, у нас все хорошо. На что он мне дал интересный ответ, что вот у развивающихся стран валюты падают, а у Америки растет, значит, в общем, у Америки действительно становится все хорошо. Ваше мнение применительно к этим и применительно ко всем вот этим вот их попыткам раздуть у себя действительно тех, у кого все хорошо. Евгений, я не понял, не понял, стойте, не уходите. Что случилось-то в утреннем эфире? Еще раз, пожалуйста, вопрос ваш. Спасибо. В утреннем эфире что случилось? А, ну там обсуждали. Ну, обсуждали и чего? Так в Америке хорошо или плохо? А вот эксперт ответил мне, что раз действительно, раз у нас в евразивающихся странах валюты падают, а в Америке, соответственно, валюта растет, в общем, у них действительно, значит, все становится хорошо, у них количество смягчений, эти КУЕ уменьшаются, действительно, у них, похоже, все становится хорошо. И как-то мне это было смешно слышать, похоже, что это не так немножко. Почему? Ну, вы знаете, вы знаете, работница растет, уменьшается у них за счет того, что просто людей исключают из числа рабочей силы. Это правда. Ну, например, там идет сейчас гигантская совершенно скупка недвижимости за наличку, чего никогда не было. Здесь, с вами полагают, что это уже покупаются не обычными людьми дома, а что это, например, спекулянты сливают свои деньги, чтобы хоть что-то их вложить перед тем, как эти деньги превратятся в фантики. Ну, подождите, подождите, спасибо. В любом случае, спасибо за звонок. Очень много вопросов, каждый из них под отдельную программу. Прежде чем ответить, повторю, телефон 6-5-10-9-9-6, 6-5-10-9-9-6, код города 4-9-9-5. По поводу Америки, Евгений, вы знаете, я буквально сегодня смотрел их статистику по итогам 2013 года, я вам должен сказать, что рост ВВП по предварительным оценкам там составил 1,9%. В прошлом году было больше, 2,7%, в этом году 1,9%, но весьма и весьма неплохие показатели по 3-му и 4-му кварталам. Правда, по 3-му кварталу, где был прирост 4,1%, я грешил на сектор коммунальных услуг, поскольку холода наступили раньше, там прирост в общих 4,1% составил 3,9% пункта. То есть, представляете, практически весь прирост был за счет сектора коммунальных услуг. то по 4-му кварталу хотелось бы, чтобы было так же, но ничего подобного. Там более или менее динамично развивалось все, и самое главное, пошло в рост промышленное производство. А это уже признак восстановления. Насколько он долгосрочный, этот тренд, и насколько он будет положительным и будет генерировать дополнительные поступления в бюджет, это большой-большой вопрос. Но, если бы в свое время, а это время было в октябре прошлого года, республиканцы в Конгрессе не веселились бы от души с дефолтами, с неприятием бюджета, с отказом в повышении потолка госдолга, то есть, если бы они не замораживали траты правительства по самым разным направлениям, рост ВВП в 4-м квартале был бы еще выше. Но одна из причин, почему он несколько снизился, напомню, третий квартал 4.1, четвертый квартал 3.2, погоду 1.9, плохое было первое полугодие. Надо сказать, что вот если бы не господа из республиканской партии, то все было бы еще более хорошо и впечатляюще. Но по поводу безработицы, она снижается по поводу того, что вышвыривают американцев из перечня безработных. Это тоже правда. Загвоздочка-то может быть не в этом. Загвоздочка может быть в том, что вот это восстановление происходит, да, с снижением безработицы, с воссозданием новых рабочих мест, но при этом на фоне, конечно, огромных, огромных финансовых вливаний со стороны Федеральной резервной системы и действующего с ним связки федерального правительства казначейства. В Америке даже сегодня модно говорить о том, что между ФРС и Минфином казначейством в США стена дырявая насквозь, как бы шла. Тем не менее, это происходит и пока нет оснований по итогам третьего, четвертого кварталов нет оснований говорить о том, что у Америки в наличии проблемы. Другой вопрос, что этот тренд может оказаться недолгострочным, потому что фундаментальные перекосы до конца не устранены. Что я имею ввиду? Америка все последние десятилетия, уж извините за выражение, перла семимильными шагами, прежде всего за счет жилищного строительства, проще говоря, ипотеки. И сегодня этот пузырь никуда не делся. Почему? Потому что как надували, так и надувают. Потому что знают, что как только снизить уровень финансовых вливаний в сектор ипотеки, автоматически начнут снижаться цены. Это значит, что ипотечные заемщики сегодня составляют, если сравнивать по реальным деньгам, свыше 88% от ВВП. вот такой уровень ипотечного кредитования в США, они не смогут рефинансировать и опять наступит коллапс, пусть и в меньших размерах, чем это было во второй половине нулевых, но тем не менее. Локальные будут сбои, прочее, 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 поэтому, конечно, вливание продолжается, пусть даже и в меньших размерах. Но они идут, они останутся. Почему? Потому что надо поддерживать пузырь цен, надо поддерживать льготные условия предоставления ипотечных кредитов, это тоже отчасти рефинансирование, и через это поддерживать видимость социального благополучия в обществе. Хотя уже многие и давно сказали, что это не тот способ снижения социального неравенства в обществе. Будь то ипотечный кредитование, будь то кредитование потребительское, если брать его в более широком разрезе, ну, мы понимаем потребительское кредитование как заем денег на покупку новых гаджетов, а вообще потребительское кредитование это в том числе ипотека. Это в том числе ипотека, это автокредиты, это как раз те самые гаджеты, да мало ли что. Так вот, если говорить об Америке, то вот этот фундаментальный перекос никуда не делся. И когда он грохнет, и когда он рухнет, и когда он взорвется, никто не может предсказать, подозревают даже Нострадамов. Ну, за исключением, конечно, отдельных наших пророков, ну, они, они, они знают все и Нострадамов им, конечно, нечета. Тем не менее, пока в Америке ситуация развивается позитивно, и господин Обама, когда поздравлял американцев с Новым годом, он открыто говорил о том, что наступает новая эра и все хорошо, мы с оптимизмом смотрим в будущее. И вот те события, которые происходили в последние недели на валютных рынках, прежде всего, рынках развивающихся стран, они как раз являются отголосками. Отголосками тех хороших итоговых показателей по прошлому году, которые показали американцы. Что это я говорю? 6510996, 6510996, код города 495. В продолжение, в продолжение этого разговора об Америке, действительно, все это вот на вскидку очень здорово. И самое главное, как мне представляется, вот это снижение количественного смягчения КОИ-3 с первоначальных 85 до 65 миллиардов долларов ежемесячно. На самом деле, это не признание того, что эти меры уже, ну, скажем так, не приносят должного эффекта и экономика в них не нуждается. А это больше сигнал рынка. Это больше сигнал экономики. Смотрите, мы же сворачиваем программу, ведь мы же обещали, я господин Бернамкин, я вам говорил, что как только забрежет рассвет, мы будем вмешать вброс денег в американскую экономику. И он, уходя, таки это сделал. Но, с другой стороны, я вам должен напомнить, а многим сказать то, что они сейчас услышат впервые. В 2009 году весной господин Бернамки пришел на телепрограмму и ему говорят, господин Бернамкин, ну вообще, какая ситуация в экономике? Он говорит, да вы знаете, как-то вот оздоравливается. Начало февраль 2009 года, представляете, да? То есть, там до восстановления еще было несколько лет. И ведущий говорит, вы видите зеленые ростки, господин Бернамкин? И господин Бернамкин говорит, да, я вижу зеленые ростки. Это было в феврале 2009 года. в прямом эфире. Это был такой же сигнал рынку. Так же, как и все прочие заверения и высказывания, что Бернамки, что прочих статусных товарищей, о том, что мы вот-вот начинаем восстанавливаться. И вот этот шаг по поводу уменьшения денег, которые вбрасывают американские монетарные власти, это больше сигнал. Тем не менее, воспринято естественно спекулянтами как призыв, как рожок горна к тому, чтобы сыграть на укрепление доллара и на ослабление региональных и страновых валют. В том числе, кстати говоря, и российского рубля. Неделю назад мы с вами говорили о том, что рубль оказался в общем мировой цепочке в тренде в пелетоне. Рубль был вынужден прийти к ослаблению. Почему? Потому что если бы рубль стоял и мы бы тратили резервы, то мы бы сейчас потеряли уже несколько десятков миллиардов долларов на его поддержке. И весь спекулятивный мир земного шара аплодировал бы нам стоя и говорил давайте еще, давайте еще, давайте еще. Не по нашей вине это случилось. И с одной стороны это конечно же Америка как кражок, о котором я говорил, а с другой стороны это общий пелетон и мы в этом пелетоне со своей девальвацией на 7% далеко не лидеры. Я неделю назад говорил о том, что аргентинская валюта упала на 19%, а коэффициент Блумберга по развивающимся валютам за прошлый год снизился на 9,5%. У нас на 7%. У нас на 7%. И как я и предсказывал неделю назад курс устаканился. Курс устаканился. И посмотрите, даже с утра было где-то 35 с хвостиком, а к концу дня рубль укрепился вплотную до 35 рублей. Скорее всего, это будет тот новый уровень, на котором рубль закрепится. Конечно, конечно, все рады, все счастливы. Правительство благодарит и Америку, и мировых спекулянтов, потому что оно позволило достаточно безболезненно увеличить доходную часть федерального бюджета. Нам-то с этого чего хорошего? Да ничего. Да ничего. У нас будут очередные смены ценников, которые пока еще не случилось. Кстати, советую воспользоваться моментом, если вы раздумываете над приобретением какой-то высокотехнологичной техники, сделайте это сейчас, потому что ценники пока не переписаны. Ну, а в перспективе тот самый рост цен, которого мы все так боялись. Поэтому эта палка до двух концах, и если кто-то говорит, что вот они, то есть правительство и Центробанк, вот они это все делают специально, господа хорошие, я вам должен сказать, что они это мы и есть. И вот любого, кто меня сейчас слушает, посади в кресло на Биулиной или, например, господина Силуанова, да практически любого, и он будет делать то же самое. Ну, вот потому что, потому что логика такая, у нас одна, у них другая. Чиновник ищет опоры, чиновник ищет берега. И он это сделает. Евгений, последний звоночек, меньше минуты. Алло, Леон. Это у меня только один вопрос, продолжение. А вы верите, соответственно, что Сбербанк продолжит девальвацию, говоря, что он ее продолжит, чуть ли не на 30% сразу после Олимпиады? Или, по-вашему, в общем, ему хватило? Спасибо. Я вам должен сказать, мы заканчиваем уже нашу беседу, я вам должен сказать, что Сбербанк никакой не самостоятельный игрок. Господа хорошие, да возьмите себя в руки, ну что же вы? Сбербанк это государственный банк. Господин Греф это плоть от плоти, а нынешняя система государственной власти, как вы думаете, он что это, действует самостоятельно, он такой инициативный? Да никогда. Да никогда. Это крупнейший финансовый институт страны с преобладающим. Не будем лицемерить к государственному части. Естественно, он поступает так, как это нужно государству в первую очередь. Смотрите, какая история. Мы заканчиваем программу Револьвер. Никита Кричевский, я был рад вас слышать. В пятницу начинается Олимпиада. Я искренне желаю, чтобы она прошла без сучка и задоринка, и чтобы она стала стимулом для развития. Субтитры создавал DimaTorzok